Приветствую вас. И первое, что бы хотел начать от того, что сказать, что предательством бывает двух видов. Когда человек воспринимает другого того, кто предал в одном качестве, а тот, пребывая в другом, позволяя к себе так относиться и, собственно говоря, пока интересы совпадают с нами, с нами проводят время, как только интересы предоставят совпадать, человек уходит. И мы такого человека считаем предателем, но лишь для самих себя, ведь этот человек никогда не был по сути тем, кем мы его видели. Второй вид предательства, когда человек предает, как бы сказать, в форме слабости, то есть, ну, знаете, вот, например, в отношениях, да, встречается, 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 потом другая девушка, допустим, появилась, как-то захотелось эту девушку увлечением появилось, ну, раз, изменилось. И вот уже раскаиваешься, вообще не рад, уже думаешь, да зачем это все надо было, вообще самому стыдно, а с отдельным не могу. И вот то же самое и здесь. Человек предает в том случае, если у него было помысление разума, помысление рассудка и тогда, ну, он раскаивается, он искренне и честно раскаивается в том, что сделал. И тогда видно, что человек хочет все вернуть. Вряд ли такого человека, такого предателя нельзя простить. По крайней мере, в первый раз. Вот дальше, да, если повторится, то прощать уже, наверное, не нужно. Что получается с вашей девушкой? Ваша девушка по описанию, она от вас ушла, потому что ей захотелось чего-то другого. потом у нее не получилось сделать то, что она хотела, и она решила вернуться к вам. Причем она довольно-таки искренне, откровенно говорит о том, что ей с вами было хорошо. То есть она думает о себе, да, и она будет с вами до тех пор, пока ей будет хорошо. Если она увидит кого-то, кто даст ей больше, по ее мнению, чем вы, она вновь от вас улет. К сожалению, это правда. И сделать с этим ничего, ничего нельзя. Человека не изменить. В вашем случае действует именно первый вид предательства, когда человек просто пользуется другим, пользуется его чувствами, его отношениями. неизвестно. Конечно, попробовать можно. Обещая на ваш первый прямой вопрос, хотелось бы сказать так. Что чувствует девушка, знает только она. Да и то. Знаете, женщины далеко не всегда знают, что у них в голове и чего они хотят. Поэтому, может быть, она даже и не знает. Может, она под наплывом эмоций с вами связала. Не вы, не кто-либо еще этого сейчас сказать наверняка точно не может. Да, наверное, и не нужно. Дайте ей время, не пропитись с выводами, не пропитись с решением. Скажите, хорошо, мне нужно подумать, я хочу посмотреть, как ты будешь себя со мной вести. Не нужно устраивать человеку проверку, не нужно устраивать человеку, скажем так, ну, знаете, такой стресс-тест. Этого ничего делать не нужно. На самом деле, просто посмотрите на отношения к вам. Устроит оно у вас или нет? Если устроит, увидите, что оно искренне, увидите, что девушка действительно вам недоразчит, ну, можно рискнуть под ваш страх и риск, под ваш ответ. И смотрим, что из этого будет. В принципе, человеку, который оступился один раз, можно дать шанс, можно даже дать шанс. Но что из этого получится, не может знать никто. Потому что вам этого никто не может гарантировать, не может быть. К сожалению. И если вам не понравится что-то в ее отношении, тогда и пытаться не стоит. Сразу скажите, прости, дорогая, чувств к тебе нет, даже что-то не правда, чувств к тебе не осталось, сам не попутся. Пока. Пока. Потому что если вас что-то не будет устраивать, это не исчерит. Оно не уйдет, и оно будет лишь только шириться. Шириться, то есть развиваться. И это означает, что девушка вами пользуется, просто бесстыдно пользуется, считая, что вы примете ее любовь. Такое отношение, конечно, совершенно неприемлемо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше.